Как ты думаешь, Ника, кто вот это вот сделал? Как-то для человека непонятно, не видно никакой деятельности. Я не думаю, что кто-то тут ковырялся лопатой, складывал вот это вот все дело. Такой трудовой порыв, для меня, честно говоря, не очень. Ты бы сказала мне что-нибудь, ты-то знаешь точно, кто это сделал, двоечница. Я говорю, нас было заводить к собаке еще и попугая-переводчика, тогда бы, может, мы могли какую-то истину установить. Чья это вот эта вот плотина? Неужели бобровая? Если бобровые, то они приходят где-то по вот этим каналам, наверное, сюда. Тут же в домиках не видно, или они, может, там вот где-то в лесу в этом живут? Интересно. Это мы с тобой сегодня хорошо поехали на исследование. Много интересного можем узнать, наверное. Что не день, то что-то новенькое. Ну вот такая вот местность тут. Тын-тын-тын-тын. И вдруг вот такая плотина. Ну явно что-то не местные тут жители с лопатами ее копали. Да, цикаво. Ну что, поедем еще что-нибудь найдем в окрестностях, погода такая сегодня. Вот три сучка. И птицы. Вот такая плотина. Не ожидал, честно говоря. Не, ну если есть у кого-то другая версия, интересно. Следов техники не обнаружено. Руками вряд ли кто-то бурил. Интересно. Такой вот. Да. Чудеса случаются. Ну а что, если так разобраться? Приличный водоем получился у бобров. Тем более там вот одно озеро, там другое озеро. Возможно. Что-то задумали. Такая у них получилась тут Венеция. Не тащи меня, собака. Я знаю, там у тебя интерес какой-то есть. Утки, наверное. А вот пожалуйста вам сныть. Прочитал недавно про нее оказывается. Это ж вообще кладезь витаминов, минералов. А тут ее хоть косой косе. Правда Татьяна Николаевна отказалась сныть. Ну вообще запасы продовольствия тут безграничные оказываются. Ника. Будем жить, зелени у нас хватает. А вот это сныть все-таки. Очень красивая такая. Довольно аппетитная сныть. А тут у нас оказывается такие вокруг поля красивые. Как-то мы были в начале проезда, но тут из-за того, что тут нет леса, так как-то а сюда пройти тяжело. Не пользуется спросом это место у грибников. Ну вот так мы с тобой неожиданно познакомились с окружающей нас средой в субботу. Такие тут барушки. Ну вот так вот наша деревенька с тыла выглядит. Тоже тут были как-то один раз в проездах. Чего, симпатично? Облака какие, браславские. Короче говоря, все дороги ведут у нас направо. Направо нам не надо. И вот, кстати, костел я вижу отсюда. Далеко. Ладно, поедем обратно. Вот и чувствуется техногенщина, эрегационные канавы. Не, все-таки, наверное, бобры тут ни при чем, я так понял. Бобры. Конечно, хорошие животные. Умные. Где-то я думаю. Хотя, ну вряд ли они вот эти мусорные. Они что-то специализируются. Дико. Машину полывает. На улице идут. О, тут тоже вот такая, как-то очень напоминает, что тут трактор выбросил специально. Тем более вон и трактор обретается. Так что, наверное, бобры тут все-таки ни при чем. Но вообще красиво. Там вот какой-то бугор. То ли деревня, то ли хутор, то ли фольварк. Трактора пахают. Пашут. Мика сейчас сломает машину. Ну вот так примерно выглядят окрестности, которые мало кто видит. И тебе надо сюда понюхать. Ладно, пойдем. Давай, раз мы уже тут вдвоем. Друг. Прогуляющий тут. Да, интересно. Еще ж только апрель месяц. Все впереди. Ну что там? Есть тут какие-нибудь живые организмы? Ну вообще, конечно, по всем полям движуха. Все движется, пашет, культивирует что-то. Прикольно. Так в городе так не видишь всего этого дела. А вон, кстати, кто этот у нас? А там у нас лебеди, господа. Зелень клюют вон. Ника не тяни меня. Вон они по полю. Я думаю, что-то утром крику оттуда столько. Все, все. Дальше мы не пойдем. не будем мешать работникам сельского хозяйства. Ой, вот упрямая сумка. Облака. Облака окей, да? Иди-ка тоже. Уши развесы. Пошли. Ну вот так вот где-то. Наверное, разгадали мы тайну. Тайну этой плотины. Покажи. Где? А может и не разгадали. Может это реально бобры. Тут не угадаешь, какие бобры и чем занимаются. Да. Ну вот и наша развилочка уже. Мы сюда вообще-то очень редко ездим. Как-то так сложилось. Несмотря на то, что живем-то практически рядом. Вот какие сосны красивые тут, а? Ну вот и приехали на свою развилку. Приехали, а тут движение почти как на Минской кольцевой. Не успел показаться. Ну вот и дом. Ну вот и остр fish. Редактор субтитров. Аминологим. Зак folk.